Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы с вами рассмотрим одно из моих произведений, которое называется «Испаити Ритика». Вот наверху написано «Испаити Ритика». «Испаити Ритика» — это персонаж серии моих романов, в частности он входит в серию романов «Аронео», там, да, про разных, в общем-то, жителей этого города, у меня много историй. Но при этом «Испаити Ритика» выходит за пределы этого города «Аронео», поскольку «Иритик» — это бессмертный персонаж, который, в общем-то, прошел через всю историю человечества и смог побеседовать с огромным количеством людей. Сборник диалогов «Испаити Ритика» как раз и посвящен вот этому персонажу, который как раз путешествует везде. И мы попробуем начать, в общем-то, читать это произведение вместе. Разбирать мы его не будем, думаю, вы сами справитесь. Вот. И мы начнем с первой главы. С первой главы. Глава 1. Фундаментальная. Скептицизм. Относится к первому разделу первой октограммы. То есть... Собеседник Кэрил Салом. Астроном, научный скептик, сиентист, пропагандист науки. А место — Клуб скептиков «Аронео». Время — 1972 год. Ситуация. «Иритик» пришел в Клуб скептиков, чтобы побеседовать с Кэрилом Саломом. Они сидели за большим столом и, соответственно, беседовали. Так вот. Когда я буду изображать Кэрила Салома, у меня будет такой определенный голос, и я буду надевать вот очки. Очки. Вот. Вот. Да. Подождите. Но я совсем не понимаю ваш тезис. Позвольте уточнить. Вы считаете, что эмпирические данные получаются с помощью веры? Более того, вы полагаете, что современный ученый не может сомневаться? Я никогда не слышал подобной чуши. Именно так я и считаю. Чтобы получать эмпирические данные и делать из них далеко идущие выводы, нужно верить в эмпирический метод и естественную установку, без которой все научное мировоззрение разваливается на части. Поэтому ученый не может сомневаться. Он пользуется догматическим методом, который еще более догматичен, чем методы религиозных фанатиков. Ученый убежден, что у него есть факты. А это лишь интерпретации. Ученый убежден в том, что естественная установка верна. Но это тоже не имеет никаких оснований. А что такое естественная установка? Можно по-разному трактовать этот термин. Вообще, изначально его ввел Гуссерль. И использовал его для определения особой формы восприятия вещей, пространства и времени. А при которой вещи воспринимаются не как образы внутри сознания, но как полноценную физическую действительность. Это называется здравый смысл. К слову, здравый смысл – бессмысленное понятие, которое было введено Томасом Ридом в рамках английской философии. Английские философы того времени склонялись к опытной философии империзму, а потому его понятие здравого смысла можно считать некоторым комплиментом общей сложившейся традиции. Впрочем, очевидно, что у нас нет никаких абсолютных свидетельств для того, чтобы убедиться в существовании вещей вне нашего сознания. Это не единственная проблема того, что я называю естественной установкой. Также я бы добавил к естественной установке убеждение, согласно которому мир единообразен во всех своих проявлениях, и его можно описать одними и теми же законами. Из этого следует, что на любой точке пространства, в любой временной период действуют одни и те же фундаментальные силы и законы, например, эволюция. Впрочем, проверке данное утверждение не подлежит даже в рамках эмпирического дискурса, так как иначе пришлось бы путешествовать во времени на миллионы и миллиарды лет, а также исследовать все уголки космоса вдоль и поперек. Конечно, ничем подобным ученые не занимаются и заниматься не могут. Они лишь выбрали удобнейшее для себя теоретическое устройство Вселенной, которое помогает им из маленьких опытов делать колоссальные выводы и распространять их на все явления космоса, без исключения. Хмм, я с вами в корне не согласен, а потому что то, что вы называете естественной восстановкой, все одинаково адекватные люди считают реальностью. Впрочем, здесь уже нечего обсуждать. Я понял ваши претензии к науке, но давайте вернемся к скептицизму. Вот я. Я ученый-скептик. Отрицаю существование всевозможных сверхъестественных явлений. Отрицаю. Потому что, если я увижу, что сверхъестественное, что-то сверхъестественное, я смогу объяснить это как естественное. Впрочем, в то, что сверхъестественным называют другие, я просто не верю, что делает меня скептиком по данному вопросу. Что не так? Скептик. Только тот, кто стремится к абсолютному скептицизму. Дело в том, что сомнение – это одна из естественных способностей человеческого мышления, как, например, и вера. Большая часть сомнений людей не обусловлена чистотой мышления, как это происходит у абсолютных скептиков. Она возникает благодаря нашим убеждениям. Например, мы убеждены, что нет ничего сверхъестественного в мире. Как следствие, мы сомневаемся в чудесах. Это типичный пример догматического сомнения, которое основано на убеждении. И что же в нем догматического? Вы, уважаемый, не понимаете самого главного. Догма – это абсолютно любое убеждение, любое мнение, от которого вы не можете просто так отказаться. Естественная установка – мнение. Но точно такое же мнение, как и мистическая установка, согласно которой существуют невидимые миры или, возможно, слияние с неизвестным богом. Все это одно. Каждое религиозное учение претендует на полное описание этого мира. Естественная установка. Как вы это называете? Совершенно оправдана. Мы живем внутри эмпирического мира. Разве это не очевидно? Разве не очевидно, что... Не очевидно. Все слишком не очевидно для человека, сомневающегося. Сомнение приводит нас к тому, что эмпирического мира может и не быть. А если он есть, то довольно опасно для опознания делать далеко идущие выводы о нем. Эти далеко идущие выводы могут привести к откровенно ложным убеждениям, которые, правда, тяжело проверить. Например, чтобы проверить теорию эволюции, которая, по мнению ученых, продолжалась миллионы и миллиарды лет, нужно обладать колоссальным количеством данных из прошлого, которые не только помогут нам определиться внутри естественной установки, но и подтвердить ее. Именно для этого и нужны путешествия во времени. Только так можно проверить все научные даты и соответствие генетических исследований действительности. Только так можно подтвердить точность углеродного анализа и многих других подходов. До этих подтверждений я имею полное интеллектуальное право сомневаться в научных воззрениях. Впрочем, даже если ученые смогут отыскать машину времени и основательно изучат все пространство Вселенной, это не будет значить, что их взгляды верны, потому что в таком случае останется вероятность того, что весь мир – иллюзия, которая отлично вписывается в естественную установку. Получается, вы верите в то, что мир – иллюзия? Я ни во что не верю. Я просто делаю всевозможные допущения, которые позволяют мне сомневаться в догмах других людей. И насколько доказаны эти допущения? И насколько доказаны эти допущения-то, а? Это не имеет никакого значения. Догма доказанности тоже является догмой. Я не думаю, что люди вообще могут хоть что-то доказать. Допущения не заставляют людей верить в себя, но могут подвергать сомнению их убеждения. Например, я допускаю, что мир – иллюзия. Это делает невозможным признание научной веры знанием. То есть... Почему? Потому что тогда появляется возможное устройство мира, при котором все научные положения не работают в реальности. Наука сомнительна в своих самых общих положениях, но устроена так, что из общих положений вытекают частные. Не только всякое частное утверждение формирует общее, но и общее формирует частное. Получается, если общее утверждение науки не являются однозначно истинными, то и частные тоже сомнительны. Наука – это вера. Агностицизм – вера. Атеизм – вера. Но есть вера. Все есть вера, кроме абсолютного скептицизма. И что же это за абсолютный скептицизм такой? Это сомнение, основанное на сомнении. Это изначальная пустота и чистота нашего внутреннего мира. У абсолютного скептика нет цели, нет задач, нет надежных методов. Он просто сомневается. Зачем? Неизвестно. Он и сам ищет ответ на этот вопрос, потому что любой ответ превратит его чистый скептицизм в догму. Ученый не может быть скептиком точно так же, как и религиозный догматик. Впрочем, с определенного времени в истории философии начали проговаривать о христианских скептиках, которые разделяли догмы Христа. Но сомневались во всем остальном. Нелепо. Христиане точно не могут быть скептиками. Но ученые точно скептики. К сожалению, это не так. Новое время характеризуется возрождением понятия скептицизма, что, впрочем, не привело к его реальному возрождению. А мне думается, что мыслители нового времени недостаточно хорошо разобрались с греческими текстами и не поняли сущность скептицизма, но подхватили это слово и популяризовали его. Одним из важнейших, популярнейших скептиков был Рене Декарт, который хвастался своим методом радикального сомнения. Впрочем, в нем не было ничего радикального. И главное, все эти сомнения закончились построением очередной околосхоластической системы. Хотите сказать, что скептицизм в науке – это ли же догма? Не только в науке, но и в философии. Догматические философы нового времени, даже в сопротивлении религии, все еще оставались во многом христианами, которые предпочитали верить в те или иные положения своей культуры. Я думаю, именно поэтому скептицизм был воспринят неправильно, а вся последующая традиция философствования при разговоре о скептицизме понимала нечто враждебное ему. Враждебное? Да, например, критическое мышление или что-то подобное. Догматический скептицизм нового времени не понял тех интенций, которые были свойственны античным мыслителям. Человечество совершило одну из серьезнейших подмен понятий за всю историю, что в итоге привело к тотальному непониманию того, что такое настоящий скептицизм. Настоящий скептицизм, уважаемый, звучит это довольно нелепо. Значит, у вас и скептицизм настоящий, а у нас нет. Это ли не детская забава? Вы пытаетесь доказать мне, что ваше сомнение более скептично, чем мое собственное, но я не хочу вам верить, потому что я сомневаюсь в ваших словах. Проблема в том, что вы не сомневаетесь по-настоящему. Ваше сомнение основано на научных убеждениях, которые для скептиков являются сомнительными. Полагаю, даже в науку вы вошли не по разумению, а по моде, потому что вы, как и многие другие дети, пришли туда через образовательное учреждение, школу. В школе вам промыли мозги, то есть дали образование. В итоге из вас делали того, кого я вижу перед собой. Вся история вашей жизни не видится мне борьбой с собственными предрассудками. Если вы находитесь на стороне науки или любой другой религии, то я не вижу вас хоть сколько-нибудь значимого сомнения. Вы двигались в рамках созданной до вас тенденции и воспринимали чужие достижения, чтобы в итоге привнести немного своих. Все это не имеет никакого отношения к реальному скептицизму. Меня удивляет, как адепты самого догматического учения за всю историю человечества могут претендовать на звание скептиков. Да какая им вообще разница, являются они скептиками или догматиками, делая ведь в истине объективность и правдоподобность. Я никогда не понимал, зачем претендовать на звание скептика. Настоящие скептики так не делают. Вот и была первая глава из «Исповеди еретика». Как вы видите, это философский диалог, который одновременно является не только обычной прозой, где, в общем-то, люди просто так беседуют. Это вполне так себе диалог в духе диалогов Платона, только посвященный деятельности некоего вот этого вот еретика, чьи взгляды, в принципе, во многом пересекаются с моими. А этот еретик – вот такой вот интересный персонаж, который будет спорить с многочисленными, если не ошибаюсь, там 64 человека, вот с этими людьми, с огромным количеством людей, придерживающихся разных, абсолютно разных мировоззрений. И поэтому он еретик, потому что он против всех, так скажем, из-за своего скептицизма. Ну, вот вам одна из таких вот историй, исповедь еретика, одна из моих самых любимых, в общем-то, работ, записанных в прошлом году. Восьмикратно с вами прощаюсь, желаю понимания. Ставьте лайк, делайте репосты, если вам понравилось. Я буду и дальше записывать видео в таком духе, ну, если вы это, конечно, оцените и будете смотреть. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok